Эти юные балерины подопечны Казахской национальной академии хореографии. Перед выступлением генеральная репетиция, грациозная стойка, жесты рук и ловкие движения ног по. У балерины должно быть максимально пластичными. У нас есть Таня. Эти юные балерины подопечны Казахской национальной академии хореографии. Перед выступлением генеральная репетиция, грациозная стойка, жесты рук и ловкие движения ног по. У балерины должно быть максимально пластичными. У нас есть Танец по-де-труа из балета «Щелкунчик», постановка Вайнонина. Там мы танцуем пастушков. Для многих учащихся Казахской национальной академии хореографии выступление на сцене театра оперы и балета в Баку является визитной карточкой на большую сцену. Яркая программа концерта удивила всю бакинскую публику. Причем настолько, что танцоров не отпускали со сцены бурными овациями. Залетели очень хорошо, встретили нас. Все было классно. Думаю, выступил хорошо. Но теплая встреча от зрителей, подача от зрителей. И я чувствовал эту подачу. И мне стало легче. Я преодолел свой страх. Казахская национальная академия хореографии уже не первый год сотрудничает с Бакинской академией хореографии. В перспективе двух вузов развитие сотрудничества в международных культурных проектах. Один из них – проведение в Баку международного конкурса балетного искусства. Азербайджанский балет шагает очень широко и вперед. И поэтому мы сотрудничаем со многими очень странами. Подписали контракт. Контракты у нас с Казахской академией, национальной академией хореографии. Санкт-Петербургской, с Гитизом, с Францией. Сейчас у нас с Италией. Мы готовимся к большому конкурсу. И сегодня мы рады на нашей сцене театра оперы и балета приветствовать наших друзей, наших коллег, юных, наше поколение, которое будет продолжать хореографию. Это Казахстан. Первый гала-концерт казахских танцоров продемонстрировал сотрудничество в области искусства. Эльшан Алиев, Наиб Гаджиев, CBC